Приветствую друзья. Дмитрий Песков посоветовал Рамзану Кадырову обратиться в правоохранительные органы, если кто-то ему вдруг угрожает. Хорошее пожелание. Только есть нюанс. Этот правильный правовой совет Песков дал после того, как Кадыров объявил кровную месть. Рамзан Кадыров объявил кровную месть Сулейману Кериму. В 21 веке. Причем уже не совсем в начале. Мы как будто бы стали свидетелями сцены из кавказской пленницы. Только вот в комедии Гайдая 1966 года высмеивались древние родоплеменные обычаи. Подразумевалось, что Советский Союз пережил их, избавился от тяжелого наследия архаики. А тут вот оно как. Но в реальности все еще более дико, чем кажется на первый взгляд. Песков просит Кадырова не убивать обидчиков самому, а пойти в полицию. То есть пресс-секретарь Гаранта знает, что глава российского региона объявил средневековую кровную месть, нарушив десяток статей УК. И лишь смиренно просит Кадырова. А может не надо? Может в полицию? Дальше больше. Кому и почему глава Чечни объявил вендету? Кадыров считает, что два депутата Государственной Думы один сенатор из Совета Федерации заказали его убийство. И до тех пор, мол, пока они не докажут обратное, объявление кровной мести будет иметь силу. Мы вообще в каком веке живем? Я, конечно, ни разу не историк, но это какая-то история ближе к временам феодальной раздробленности, чем к чему-то еще. Век 14-й, может 15-й. Вот когда власть про традиционные ценности говорит, она вот это вот имеет в виду или что-то еще? Ну хорошо. А вообще из-за чего сырбор? Чего вдруг члены федерального собрания решили заказать объявившего им месть главу региона к неудовольствию пресс-секретаря президента? А дело в том, что вся эта прекрасная губкомпания государственных чиновников категории А делит многомиллиардный бизнес-компании Wildberries. Делит так, что фильм «Бригада» меркнет с убийствами, с захватом зданий, с угрозой дестабилизации межнациональных отношений. Только в отличие от бригады все это делают не братки в кожаных куртках, а высшие чиновники, обладатели звезд-героев и почетные граждане субъектов федерации. Татьяна Бакальчук вместе со своим мужем Владиславом создала компанию Wildberries. Это такой вот маркетплейс, который еще называют российским Амазоном. Компания доросла до весьма солидной капитализации, что сделала Татьяну Бакальчук самой богатой женщиной страны и иконой успешного бизнеса. Мы не знаем, каковы были роли, доли Татьяны, ее мужа внутри компании, но когда у супругов случился развод, то раздел имущества явно пошел негладко. В 21 веке люди в таких случаях идут к адвокатам и в суд, но в путинской реальности недоговорившиеся супруги ищут влиятельную крышу. Татьяна Бакальчук нашла в качестве крыши Сулеймана Керимова. Керимов – сенатор, теневой владелец Дагестана с хорошими связями с силовиками и имеющий близкое партнерство с Антоном Войно, главой администрации президента. Владислав Бакальчук обратился за крышей к Кадырову. У того есть собственный силовой ресурс, опыт в рейдерстве по всей стране и охранная грамота от Путина. В борьбе крыш сначала выиграл Керимов. Ему удалось через Антона войну привести Татьяну Бакальчук к Путину. Путин благосклонно отнесся к разделу Вайлдберрис в пользу Бакальчук и Керимова. И даже он поручил своему помощнику Максиму Орешкину проконтролировать процесс. Но Кадыров не сдался. И в ответ на аппаратно-бюрократическую игру своего оппонента Керимова ответил с силовой атакой. Владислав Бакальчук пришел в офис Вайлдберрис и при поддержке вооруженных людей Кадырова устроил там перестрелку. Похороны погибших в перестрелке охранников превратились в массовое шествие на их родине в Ингушетии. С учетом и так очень непростых отношений между республиками, убийство кадыровцами двух ингушей поставило ситуацию на грань межнационального конфликта. Дошло до того, что ответственному за силовые акции у Кадырова Адаму Делемханову пришлось объясняться перед старейшинами Ингушетии. Я уверен, и уже говорил об этом, что попытка силового передела путинского решения будет иметь для Кадырова серьезные последствия. Путин публично и официально благословил Татьяну Бакальчук на объединении бизнеса с Керимовым. Кадыровский силовой наезд на это объединение с перестрелкой и трупами в центре Москвы не пройдет Кадырову даром. Это ведь демонстративный щелчок Путина по носу, о котором он никогда не забудет. Да и окружающие Путина силовики не дадут забыть. Рамзану это припомнят. Кадыров это прекрасно понимает, и поэтому постоянно повышает ставки. Он на самом деле находится между двух огней. С одной стороны, федеральные силовики, которые ждут момента и повода, когда Кадыров подставится. С другой, свои местные элиты, которые лояльны Кадырову только до того момента, пока он продолжает приносить им деньги и безнаказанность. Они с ним до тех пор, пока он успешно работает главным рейдером и крышей в стране. Поэтому Кадыров не может позволить себе проиграть бой за Вэлдберрис. Поэтому он постоянно обостряет ситуацию. Что на самом деле нельзя делать бесконечно. И вот тут я хотел бы обратить ваше внимание не на Кадырова и его судьбу. Эта история гораздо важнее с точки зрения того, где сейчас находится Россия и какие перспективы у нее есть. Я много встречаюсь с западными политиками высокого уровня и также до сих пор имею контакты с российской бизнес и политической элитой. И вы будете удивлены. Но есть некоторые взгляды, которые совпадают и у западных политиков, и у нынешней российской элиты. И те, и другие признают вред и опасность исходящие от Путина. Причем как для международных отношений, так и для будущего России. Но при этом и те, и другие боятся падения путинского режима. Говорят, что дальше может быть только хуже. Мол, плохой Путин – это все равно какая-никакая гарантия стабильности, поэтому давайте не делать резких движений, а то будет хуже. Так вот, история с Вайлберис показывает, ребят, хуже некуда. Вот смотрите, бред секретарь главы государства просит руководителя региона не устраивать средневековую укровную месть в отношении сенатора и депутатов от соседних регионов, поскольку эти депутаты и сенатор якобы заказали убийство главы региона. Заказали за то, что глава региона устроил захват офиса в Москве со стрельбой и погибшими охранниками, что вызвало волнение в Национальной Республике, откуда были родом охранники и депутаты. А штурм офиса потребовался, чтобы глава региона совершила рейдерский захват крупного бизнеса. А захват был нужен, поскольку сенатор по договоренности с главой администрации президента пролоббировал у президента свою крышу над этим бизнесом. А крыша потребовалась, поскольку вообще никакие институты в путинской России не работают, ни суды, ни правоохранительные органы, ни законы, а все решают крыши, силовики и вооруженные люди. И прав тот, у кого есть выход на Путина или на близкого ему чиновника. А еще более прав тот, кто готов на наиболее отмороженные действия, у кого больше людей с автоматами. И когда мне говорят, как же вот вы предполагаете парламентаризм, федерализацию, это же будет бардак, отсутствие контроля, то я смеюсь. Вот у вас есть Путин с невероятной концентрацией власти, денег, полномочий. Где порядок и контроль? Пропаганда часто пугает нас лихими 90-ми. Не 90-х надо бояться. Путин ведет бессмысленную несправедливую войну. Ведет ее методами 20-го века. Ради целей и ценностей 19-го века. При этом институционально страна уже откатилась с 14-15 век. И не надо бояться возврата в 90-е. Мы туда не вернемся. В своем движении назад 90-е мы уже проскочили. Мы уже в средних веках. С феодальной раздробленностью и кровной местью. Счастливо вам. Много раз говорил, но повторю. Не надо опасаться ухода Путина. После него может стать либо лучше, если мы приложим к этому усилия, либо также, если мы ничего не будем делать. Но хуже-то уже просто некуда.